Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 49 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Это будет интересное видео с аргументами, рассуждениями и графиками. Это не просто чье-то мнение о грядущем обвале с громкими заявлениями. Будет представлена интересная аргументация, коротко и емко, как вы любите. Поехали. Сначала иллюстрация текущего пузыря на фондовом рынке. Я много раз в своей аналитике говорил, что фондовые рынки уже очень сильно оторваны от реальной экономики. Вот на этом графике это становится на редкость очевидным. Я уже показывал этот график в Телеграме, поэтому на нем остановлюсь коротко. К концу второго квартала 2021 года, судя по квартальным данным, фондовый рынок вырос почти на 198% по сравнению с пиком 2007 года. Это график оранжевого цвета. Линия оранжевого цвета. Это в 8 раз больше роста ВВП внутреннего валового продукта. Это линии сиреневого цвета, нижний график. И почти в 4 раза больше корпоративных доходов компаний из S&P 500. Это линии синего цвета. Все это очень хорошо иллюстрирует, насколько печатный станок раздул фондовый рынок. Деньги в больших количествах оказались на фондовом рынке. И это похоже на самый большой пузырь в истории, считают многие эксперты. И действительно, график говорит сам за себя. Оторванность фондового рынка от экономической реальности колоссальная. А теперь про то, почему этот пузырь может сдуться. ФРС предполагает, что предоставляя избыточные резервы банковской системе, будет побуждать банки раздавать эти деньги в долг для стимулирования экономики. Очевидно, что когда предприятия занимают деньги для расширения производства или потребления, экономика получает импульс к подъему. Но сейчас ситуация обстоит на самом деле уже иначе. Каждый раз, когда ФРС участвует в программах количественного смягчения и иных стимулирующих мероприятиях, банки просто накапливают эти резервы. Поскольку банк считает, что соотношение риск-вознаграждение при дальнейшем кредитовании экономики уже не оправдан. Банки предпочитают накапливать резервы для более прибыльной и менее рискованной инвестиционно-банковской деятельности. И это видно как раз на данном графике. Черным цветом количество денег в экономике, оно продолжает расти. А линия голубого цвета – это количество денег, выданных банками в виде кредитов. Оно снижается. Видна очень серьезная опасная раскорреляция по этим процессам. Обращу ваше внимание, это также видно на графике, вот в начале 2020 года, когда экономика была остановлена из-за пандемии COVID-19, компании использовали кредитные линии в своих банках для обеспечения своей деятельности. Затем необходимость в деньгах явно уменьшилась. Но финансовые власти продолжали накачивать систему избыточной ликвидностью, которая нашла выход на фондовом рынке. Это очень опасная тенденция. Продолжаю ход мысли про обратное репо. На графике виден резкий рост по обратному репо. Обратное репо, если совсем вот упростить, грубо упростить, то это когда банк возвращает лишние деньги ФРС как бы на депозит и получает процент за это дело. Процентная ставка сейчас составляет 0,05% и лимит там на каждого контрагента – 80 миллиардов долларов США в день. То есть фактически банки предпочитают положить деньги под процент, а не выдавать кредиты заемщикам. Они считают, что таким образом они снижают свои риски. Это и есть избыток ликвидности. Вот здесь он очевиден. Неуклонный рост объема операций обратного репо, осуществляемых Федеральной резервной системой, подчеркивает риски ультраадаптивной политики, проводимой Центральным банком США. Становится очевидно, что финансовые учреждения в стране изо всех сил пытаются найти места для размещения своих избыточных резервов. Однако, поскольку избыточные резервы продолжают накапливаться, риск того, что ФРС не сможет полностью удовлетворить аппетит рынка к размещению своих резервов, может привести и к снижению ставок репо до отрицательной территории. И если ситуация до этого доходит, то Федеральный резерв может быть вынужден поднять процентные ставки намного раньше, чем ожидает рынок, чтобы предотвратить отрицательное изменение ставок репо. А фондовый рынок явно не ждет скорого повышения процентных ставок ФРС. Именно такое неожиданное событие – ужесточение денежно-кредитной политики ФРС – и может послучить началом резкого или плавного обвала на фондовом рынке. Ну что ж, если именно так и произойдет, то нам с вами предоставится очередная возможность купить инвестиционные активы по адекватным ценам или даже ниже. А это радость для долгосрочного инвестора. На сегодня это все. Всем здоровья, большого профита, да пребудет с вами сила сложного процента.